Кто из русских меценатов финансировал создание культурных символов России? Московского художественного театра, главной национальной картинной галереи и Первого театрального музея. Открыл Шаляпина, продвинул Чайковского, придумал русскую матрешку. Почему они жертвовали в пользу творческого наследия? Что ради этого сами приносили в жертву? И, как понимали известную поговорку, Бог велел делиться. Культура, наука, ремесла процветают не только заботами государства. Так было со времен античности, когда Гай Цильний Меценат, правая рука основателя Римской империи Октавиана Августа, изъявил желание поддержать своих современников, поэтов. Защитил Вергилия от наветов, Горацию подарил поместье. Творчество этих поэтов дошло до наших дней, а имя их покровителя стало нарицательным. Считается, благодаря первому в мировой истории меценату наступил золотой век искусства, наук и ремесел в Древнем Риме. В XIX веке в России наступил золотой век самих меценатов. Их имена на слуху. Вкладывали они во благо искусства не только деньги, это был душевный порыв, у каждого свой. Купец с тонкой душой артиста, называли мануфактурщика Савву Морозову. Он с детства любил театр. Как-то во время представления «Горе от ума» не выдержал, выкрикнул на весь зал. Замечательно, честное слово. Морозов был образован, знал несколько языков, окончил естественное отделение Императорского Московского университета, изучал химию в Кембридже. В наследство ему досталось товарищество Никольской мануфактуры Морозов, сын И.К. Он сделал его одним из самых передовых не только в России, в мире. Строил жилье, открывал школы и больницы, сократил рабочий день. Ввел оплачиваемый отпуск для женщин по беременности и родам, когда об этом даже в индустриальной Америке не говорили. И построил для своих рабочих театр в Орехово-Зуево, где вокруг его фабрики разросся целый город, а потом и в Москве для всей страны. 1898 год. Станиславский и Немирович Данченко мечтают о создании общедоступной сцены для своих новаторских постановок. Но откуда взять средства? Находкой оказался Морозов. Этому человеку суждено было сыграть прекрасную роль мецената, позже вспоминал Станиславский. Эта роль обошлась ему дорого во всех смыслах. Сначала Савва пожертвовал на нужды МХАТа 10 тысяч рублей. Потом арендовал зал в саду Эрмитаж. С перспективными режиссерами пробует вести переговоры лондонский импресарио. А Савва во время своей пламенной речи по случаю открытия Всесоюзной промышленной выставки выразился твердо. Богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данниками чужого народа и чужой казны. Надо было ответить за свои слова. В своем особняке на дорогущем столе красного дерева он колдовал с лаками для фильтров освещения, собственноручно улучшал софиты. Стол – ерунда, а вот лунный свет только у меня в театре будет. В день премьеры «Одинокие» Гауптмана на сцену вышла актриса Мария Андреева. Отныне для Саввы Морозова существовала только одна женщина. Ради нее он решил оставить семью и обеспечить театр собственным зданием. Оно обошлось в баснословные по тем временам полмиллиона рублей. Доход с мануфактуры за пять лет. «Он лично наблюдал за работами, переехал на все лето на стройку», – вспоминал Станиславский. Савва не знал, что «товарищ феномен», как называл Андрееву Ленин, вхожа в круг либералов-большевиков, а когда узнал, начал помогать еще и революционерам. «Это те отношения, ради которых ломают жизнь, приносят себя в жертву», – написал Андреевой Станиславский. Сочувствовал меценату. Уход из семьи рассорил Морозова с друзьями. Помощь публичному театру – сообщиной старообрядцев. А возлюбленная тем временем мечтала о главной роли в пьесе Горького «На дне». На театральном капустнике в канун 1903 года сообщила «Ухожу к Алешеньке». Морозов бросает театр, рвет с большевиками, возвращается в семью и впадает в депрессию. 26 мая 1905 года в отеле «Каннской ривьеры» тело 43-летнего Саввы Тимофеевича Морозова нашли в луже крови. Рядом браунинг и записка. «В моей смерти прошу никого не винить». Тонкая душа не выдержала. Впрочем, факт самоубийства до сих пор ставится под сомнение, не без оснований. А театр в Камергерском переулке продолжил жить. Часто туда захаживала княгиня Мария Тенишева. Когда-то она и сама раздумывала об артистической карьере. «Повелительница» назвал портрет известной меценатки и светской красавицы художник Илья Репин. Такой он ее увидел, собранной, властной, с тяжеловатым взглядом. Ходили слухи – княгиня, внебрачная дочь императора Александра Второго. Тенишевой портрет не понравился. Еще и муж недоволен, за что отдала пять тысяч рублей. Мария с детства была особенной. Играла не с куклами, а с картинами. Когда все затихало, я пробиралась в гостиную. Там мои друзья – картины. Им она доверяла своей мечты о Париже. Вот где роскошь, красота и дух свободного творчества. С годами поменяла ориентиры. Красоту и роскошь нашла на родине, а дух свободного творчества создавала сама. В 18 лет обвенчалась с правоведом Рафаилом Николаевым. Родила дочь, но очень скоро брак показался ей душной скорлупой. «Муж – лентяй и картежник. Какое будущее с ним?» «До боли хочется в чем-то проявить себя, посвятить себя всю какому-нибудь благородному делу. Я хотела бы быть богатой, очень богатой. Я создала бы что-нибудь полезное», – написала в дневнике. Решительная и деятельная, Мария сбежала от мужа с ребенком и гувернанткой в Париж. Изучала историю искусств, ходила по музеям. Брала уроки вокала у самой Матильды Маркези, блестящего оперного педагога. «Деньги быстро закончились. У матери просить бесполезно. Незаконно рожденную дочь та всегда считала обузой». «Пение – это забава. Не этого хочет моя судьба», – уговорила себя и вернулась в Россию. Остановилась в имении дяди под Смоленском. Соседка Екатерина Святополк-Четвертинская – Киту. Дама состоятельная и просвещенная. Они много говорят о высшем предназначении дворянства, просвещении, взращивании талантов из народа. Киту предлагают снова съездить в Париж. Там Мария ознакомится с богатым русским промышленником, князем Вячеславом Тенишевым. Вскоре пара обвенчалась. А дела соседки разладились. Мария упросила мужа выкупить ее имение Талашкина, чтобы помочь раздать долги. Муж ни в чем не отказывал. «Мария богата. Очень богата, как и хотела. Наконец, я могла отдаться своей страсти коллекционированию русской старины. Но сначала она накопила солидный опыт социальных проектов. Открыла ремесленное училище под Брянском, народные школы в Петербурге и Смоленске. В столичном особняке Тенишевых Репин готовил юные дарования к поступлению в Императорскую академию художеств восемь лет подряд. До чего хороши деревенские избы, сделанные руками умельцев. А от красот русской природы, что прорастает узорами на ставнях и вышивкой на сарафанах, у Марии замирает сердце. Как сохранить для потомков эти шедевры русского прикладного творчества? Все больше времени Мария проводит в Талашкино. Деревушка в Смоленской губернии становится меккой для художников, ученых, композиторов. Далеко ли до Талашкино? А вам по что? Да к бары не везем рухлить всякую, платит хорошо. На телеге и прялки, и гребни, и полотенца, утюги с самоварами. Княгиня увлекалась собирательством. А чтобы не ушли в прошлое народные ремесла, открыла в Талашкино мастерские по резьбе, вышивке, росписи. Сама сутками просиживала над изделиями из эмали. У нее и тут свой особенный стиль. Талашкинский модерн позднее определят искусствоведы. От Алашкинских молва аж до Парижа. Русская эмаль там особенно в цене. Мария все-таки заставила этот город пасть к ее ногам. Но! Никогда! За границей! Душа моя не умела так трепетать. Только русская природа почти до слез волновала. Призналась себе. В 1905 году в Смоленске на основе личной коллекции изделий прикладного творчества Мария Клавдиевна Тенишева открыла музей «Русская старина». А в 1911 передала его в дар городу. Не за горами было время, когда великой женщине-меценатке пришлось навсегда покинуть родину. Не смогла пережить потрясения прошлого века и ее коллекция. Сегодня русская старина лишь часть экспозиции Смоленского музея-заповедника. Не то, что галерея Павла Третьякова. Истинно и пламенно любящий живопись. Так основатель Третьяковской галереи писал о самом себе. Именно ему было предназначено историей собрать самую большую в стране коллекцию отечественной живописи. Заложить фундамент ее мировой славы. Известная история. Кроме работ современных художников Павел Михайлович Третьяков пополнял коллекцию произведениями 18 века. Надо было показать посетителям развитие русского светского искусства. В 1892 году он передал галерею в дар Москве и признался жене. Всю жизнь не мог решить, что мне дороже, галерея или ты, Веруша. Теперь вижу ты. Но самой большой любовью Третьякова все же была его русская коллекция живописи. Призванием, о котором он как будто знал всегда. Другое дело – уникальное собрание Бахрушина. «Доброму вору все в пору», – любил приговаривать Алексей Бахрушин. Часть экспонатов своей коллекции он и правда умыкнул. Кто-то что-то забыл, у кого-то что-то выскользнуло из рук. Пригодится. За достижения в промышленности он был удостоен ордена Святой Анны. Но по-настоящему его прославил музей театральных раритетов. Программки спектаклей, фотографии актеров с автографами, тетрадки с текстами ролей, ноты, рукописи, эскизы, бинокли. Но сначала случилось пари. В доме праздник были братья Куприяновы. Один из них покупал фотокарточки актеров – афишки. Высшим его удовольствием было бахвалиться. Алексей не выдержал. «Да я в месяц больше тебя насоберу». Насобирал – выиграл пари. С детства мечтал быть с театральным миром на короткой ноге. Не только русских актеров знал поименно. Их роли. Задает вопрос учитель. Я не бельмеса. Учитель. Хорошо. Спросим вас по вашему предмету. Как имя Ермоловой? Мария Николаевна. В чем она дебютировала? В пьесе Лессинга Эмилия Галотти. В роскошный особняк Бахрушиных, который москвичи прозвали Версаль на зацепе, захаживали и Островский, и Немирович Данченко, и Ленечка Собинов. Порой собиратель шел на уловки, приглашал к себе знаменитость, подводил к коллекции, где всего пару мелочей о нем напоминали. Остальное предварительно убирал. Вздыхал. Это, к сожалению, все, что у меня есть о вас. Через день счастливый расставлял на витринах новые экспонаты. Как-то в «Малом» давали «Отелло» в главной роли итальянец Сальвини. За кулисы заглянула Ермоловы. Гений школы переживания приложился к ручке актрисы, и на ее белой перчатке отпечатался грим. Пришлось снять, а режиссер, схватив трофей, воскликнул «Передаю» в Бахрушинский музей. Коллекцию начали пополнять театралы. Понимали, это вклад в увековечивание истории русского театра. Алексей Александрович Бахрушин мечтал, что передаст свою коллекцию Москве. В конце концов, так и случилось. Но не всегда вклад меценатов в искусство был осязаем. «Вашей музыкою живется легче» Это из письма Надежды фон Мекк Петру Ильичу Чайковскому. «45 лет, мать 11 детей». Когда Надежда впервые услышала его музыку, разрыдалась от чувств. Муж оставил ей дома, имения, заводы, пакеты акций, баснословное состояние. Овдовев, Надежда фон Мекк стала помогать русскому музыкальному обществу. Она и сама играла отменно. Кумиром был Вагнер. Почему в России нет таких композиторов? От ученика Чайковского Надежда узнала. Тот стеснен в деньгах и была готова поделиться своими. «Надо дать нашему гению музыки возможность взлететь выше, стать русским Вагнером». Предложила Чайковскому содержание, при условии, что он уйдет со службы и посвятит себя творчеству. Шесть тысяч в год по сравнению со ста рублями преподавателя консерватории. Чайковский согласился. «Вы – единственный человек в мире, у которого мне не совестно просить денег», – написал. Надежда все чаще ловила себя на мысли. Петр для нее не только перспективный композитор. Попросила в очередном письме. «Дайте мне вашу фотографию». Он прислал. Надежда почти уверилась в своей любви к Чайковскому, когда узнала, он женится, ревновала, но справилась с собой. В конце концов, цель их общения благородная и платоническая. За 13 лет Петр ни разу не выразил желания увидеть Надежду. Тысяча двести писем и ни одной личной встречи. Переписку с Чайковским фон Мекк прервала сама. Его последние письма были менее личного свойства. Он больше не нуждался во мне. Композитор в «Зените славы» и в «Деньгах меценатки» действительно больше не нуждается. Надежде Филаретовне фон Мекк Чайковский посвятил четвертую симфонию фа минор, трагическую и чувственную. Своего кумира, внезапно умершего от холеры, она пережила всего на три месяца. Разглядеть талант, помочь ему опериться и взлететь – типично для меценатов Золотого века. «Мне нужен не актеришка, а юрист» – негодовал отец Саввы Мамонтова, закидывая его письмами в Италию. Младшего сына, живчика и здоровяка, решил назначить своим преемником, послал за границу учиться коммерции. А Савва на уроках Бельканта рвал легкие на всю мощь. Два извозчика, когда приходил маэстро ставить мой голос, уезжали в другой переулок. Его были готовы взять в Миланскую оперу, но Савва послушал отца, занялся коммерцией. Вернулся в Россию, на родину. И не один, с невестой. В Италии познакомился с Лизонькой Сапожниковой, дочерью богатых купцов. Савва с женой войдут в историю русского искусства, как семья меценатов номер один. Своё имение Абрамцева они превратят в центр развития современного искусства. Здесь творил Базиль, как в шутку звали Поленова, Коровин Костенька. Воснецов писал трёх богатырей, Врубель – демона, а Серов – Тоша, девочку с персиками, с их дочки Веры. Здесь была придумана и знаменитая русская матрёшка. Елизавета открыла в Абрамцево столярную мастерскую и как-то принесла туда сувенир из Японии, деревянного мудреца. Стоит открыть внутри другой поменьше. Попросила набросать эскиз такой же, но в русском стиле. Резчики-столяры выточили игрушку, о которой все начали говорить. Матрёна какая-то. Матрёшка. От своей оперной мечты Савва тоже не отказался. Открыл русскую частную оперу Мамонтова. Клондайк для театральных экспериментов. Сам Станиславский называл мецената своим учителем. Как-то Савва услышал в Петербурге бесперспективного молодого баса. Уговорил перейти к нему в театр. Учил не гримасничать, правильно дышать и артикулировать. Так родился Шаляпин. Царь басов сыграл не последнюю роль в истории о растрате меценатам казённых денег. Савва львиную долю заработанного тратил на искусство. Лишнего не брал. Но тогда всё совпало. Вложение в железнодорожный бизнес и необходимость заплатить гигантскую неустойку Большому театру, чтобы Шаляпин вернулся к нему в частную оперу Мамонтовы. От позорного ареста и обвинений в финансовых махинациях Савва так и не оправился. Дело дошло до суда. И хотя гений-адвокат Плевака доказал его невиновность, с Шаляпиным он не общался до конца дней. Даже отметил в завещании – на похороны не звать. А Фёдор Иванович, подводя итоги жизни в эмиграции, написал о золотом веке русских меценатов так. «Российский мужичок, вырвавшись из деревни с молоду, начинает сколачивать своё благополучие будущего купца или промышленника. А там, глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже первой гильдии купец. А мы, просвещённые, смотрим со скверно разъянутыми ртами, критически говорим – самодур. А самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры». На щедрости и любви меценатов XIX века к своей стране поднималась русская культура. Они не считали это подвигом, скорее, обязанностью. Известную русскую поговорку «Бог велел делиться» воспринимали с позицией своего времени. «Личный успех и достаток – это дар, предоставленный Богом в пользование. Им нужно распорядиться не для личной наживы, а для всеобщих нужд. Правильно только так». А уж как именно распорядиться, каждый решал сам, и лучшие душевные порывы превращались в великие поступки. Субтитры создавал DimaTorzok